Продолжение следует... Продолжение следует... Решить проблему с дорогами в области на данный момент невозможно. Большинство магистралей в регионе были построены почти полвека назад и рассчитывались под другую интенсивность движения и нагрузку. Поэтому сейчас 90% саратовских автотрасс находятся в ненормативном состоянии. И установить их сейчас фактически нереально, рассказал на специальной пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства области Николай Чуриков. Причем тому масса. Недостаточное финансирование, слишком большой объем разрушенной проезжей части, а также неотрегулированный процесс движения большегрузов, масса которых превышена в разы. Ряд в 30 лет реконструкция дорог, ремонт дорог, питание ремонта, дорог, приведение их тем нормативным, тем транспортным потоком, тем нагрузком, который существует сейчас. Это работа не у нас, тем нестинствами, которыми мы сейчас располагаем, ежеминутно подставать за один год, а за несколько лет, это проблемы не решили. По словам министра, сейчас первоочередная задача сделать проезд безопасным хотя бы путем проведения ямочного ремонта, который в ближайшее время начнется на дорогах регионального значения. Саратовские электрички спасают путем подорожания проезда. А крайние меры пришлось пойти после того, как президент Владимир Путин поручил регионам восстановить все пригородные сообщения. На основании решения главы государства в правительстве Саратовской области были приняты решения, которые сегодня озвучил министр транспорта и дорожного хозяйства. Репортаж Роман Срикарова. Электричка Саратов-Балашинс отправляется к месту назначения. Современный салон, эргономичное кресло, всего для удобства пассажиров. Этот маршрут один из многих, которые президент Владимир Путин поручил восстановить регионам. Но для этого областному правительству понадобилось принять целый ряд решений. Объект обмурения ставки МДС. Приводных компаний. Второй. Снижение ставки аренды инфраструктуры. Объект увеличения объема финансирования. Как выяснилось журналистам, подобные меры могли быть приняты только на федеральном уровне. Не областного правительства, не ОРЖП. Нет таких полномочий. Счастья на своих полномочий, как я уже сказал, что активно проводилось. И мы смотрим на существование. В 2016 году у нас были достигнуты в объеме договоренности. И в СССР, в СССР, в СССР, в СССР, в СССР. Теперь же, когда проблема с привыкным железнодорожным сообщением решена, возникла другая. За проезд придется платить больше. Новая цена. 15 рублей в пределах одной зоны. Причина в том, что выделенных правительствами до 2015 год денег на обслуживание всех маршрутов не хватит. Но даже такой тариф ниже среднего по России. Увеличение стоимости позволит решить часть проблем РЖД и даст возможность ввести новые железнодорожные сообщения. Они ограничены с низкими возможностями подстроиться. Каждый желающий обыкновенный мужской великолепенчатой поделать вешеные люди. Ребят, чтобы в ходе расписания в режиме поезда, в чему шуток, устроило большее количество населения, было удобно, для того, чтобы люди могли добраться на работу. Уже к курсирующим пригородным поездам в ближайшее время прибавится еще 8. Таким образом, уже с 1 июня в регионе будут ходить 45 электричек, в том числе и межрегиональных. По маршрутам Пензаркищева и Балашов-Пензаркищева. Роман Стрекалов, Роман Судяев, Саратов-24. Законодательный труд с рекламными фокусами. Депутаты Госдумы хотят пересекрить самих пиарщиков и заставить переклеить рекламные этикетки товаров. Что так смещает парламентария в способах борьбы за потребителя? Наш корреспондент Вероника Рапова выступила в роли креатора и изучила современные тенденции креативного обмана. На что только не идут производители, чтобы буквально заставить покупателей сделать выбор в свою пользу. В престижном потоке товаров все труднее обходиться без грамотных фиар-технологий. Единственные выходы это обмануть реальность и превратить настоящий продукт в уздеменную иллюзию. Рекламная чума, которая возникла одновременно с торговлей, от 20-го столетия только набирает обороты, сейчас теряет даже то, что нельзя назвать достоинством. Или наоборот, то, чего в природе не существует. Если молоко, конечно, отборное. Если в торговле только с пихидобактериями. Никто никогда раньше в деревне не кричал. Все говорят, так кушай творог, кушай творог, это полезно. И все, там пихидобактерии. Потом кто-то пришел умный и сказал, о, а у меня творог, пихидобактерии, давайте есть молочек. В торговле за натуральным. Три года назад сменил мягкое кресло офисного служащего и обык сельского дружинника. Теперь каждый день получаем 150 литров продукта, которые, если верить двигательной торговле, обладают просто немыслимыми свойствами. И сейчас готовы раскрыть все секреты производства. Взрываем молоко. И все, молоко запаривает. Кстати, другого способа производства кисломолочных продуктов просто не существует. В большой емкости, будучи творог, сиворот, костюм, в ванношке поменьше, в смитке, в перспективе смекала. В любом продукте само по себе записано молоко стало просто классно. Почему? Потому что там стали развиваться вот эти бактерии. И они доходят до определенного количества, и тогда становится довольно полезным для организма. Вот так это делается красиво и вкусно. И если на примере небольшого хозяйства все очевидно, то на прилавках супермаркета каждая баночка буквально покрыта тайной. Здесь есть подсолнечная масса без ГМО, сыр без красителей и овсяная каша с витаминным комплексом для похудения. А йогурты без сахара, и непременно био. Любые надписи на продукциях, которые выполнены на обычном зеленом цвете, только зеленый цвет у нас ассоциируется с чем-то чистым, чем-то природным, натуральным. Поэтому это тоже одна из маркетинговых производителей. Когда они слова, которые хотят выделиться, еще зеленый цвет, зачем переплачивать, когда можно купить без этой надписи тот же кефир, или там тоже йогурт, но без этой надписи будет дешевле 100%. Общественник Юрий Биткин свой счет ассортимента натур-продуктов ведет уже давно. Сегодня специально для нас решил исследовать в магазинной полке на предмет маркетингового обмана. Необыкновенные свойства, которые получают иммунитет, что значит не содержать отходы. Видите, это одна из уловок. Видите, написано, пробок нужно написать кратко. Конкретно обманывает продукты растительного происхождения по определению не может быть христилина. Зачем производитель указал эту надписи? Хороший надпис, вы имеете, натуральный вкус. То есть это не натуральный продукт, но вкус он не натуральный. Без пенсерлантом, без красителей, без демо. 100% сок. Вот не хочу даже читать, состав может стоять в год, ровный в год. Отмечают рядовых покупателей, и все это, кажется, не смущает. Придут доверять красивым покупкам и врачом, что глазу приятнее. Один из главных макетинговых опытов. Самый городской товарный, ожидаемо становится и самым ходовым. Просто потому, что расслабляется на уровне единокой руки. А здесь в отделе бытовой химии и вовсе должны сбываться. Семечные хозяйки. Космическое, в основном, в случае у нас нахудшую совсем не надо было рекланировать крем для женщин, которые используют там черный икры, с использованием, которые не вызывают какие-то чистые, агромальные, мухие. Извольте, хорошо, если они не вредны. А если это еще не в кондивной серии с товарами для средств и научных жизнений, которые могут вызвать свои люди, то тогда говорится, что безопасность не приходится. А здесь о безопасности думают в первую очередь. Именно лабораторные исследования способны доказать в лучшем случае отсутствия и хренивый крах металла в косметике, в случае присутствия опасных для жизни элементов. Некоторых видов косметических мистелей мы проводим на тест-объекции спермы, крупные рогатые скота. Они растворяются, гранулы, в контрольном растворе и в растворе, который мы готовим из культурно-косметических изделий. Вот такие гранулы. Так проверяют косметику, что называется, первой необходимости. Шампуни для волос, изоборанты, гели для душа. Но по самым сотрудникам проверить покупку решаются единицы. Здесь тестируют не больше десятка образцов в год. Ведь далеко не всегда результат может порадовать покупателя. Мы делали шампунь. В первом цикле погибли все сперматозолики. То есть это такого невидимого когляда. В контроле они бегают прекрасно, а высоты уменьшатся по нулям первые циклы. То есть сразу погибли все сперматозолики. Вот насколько было токсичное шампунь. Здесь и киспо-классы, я заодно объясняю сконтагин-наркетологов, решили, что ладно парламенте страны. В втором времени производители могут закрепить и сотражать упаковки с обманчивыми надписами. Это не только оздоровительные накуривали дикусаты, но и позволит убрать товарочную стоимость в циклах. Рекламная фермерия хорошим специалистам занимает около 50% от стоимости продукта. И за все это платит покупатель. В условиях нынешних финансовых реалий непомерно много. Но даже если новый затонный проект лишит маркетологов и мерчендайзеров, главных ролей на авансцене, увереннее обоснуется. В интернет-спам магазине, на диване, пестрящие страницы глянца. До тех пор, пока спектакль мирового промоучения пользуется аншлагом у потенциального потребителя. Расстановка уже стала классикой, в которой не реклама попирует жизнь, а жизнь копирует рекламу, которую бы абсурдной она не была. Верония Городовна, в районе Саратов-24. Вместо пляжей Средиземноморья Саратовцы выбирают курорты Крыма и Сочи. Такие данные озвучили представители туристического бизнеса на специальной пресс-конференции. Владельцы турагентства все чаще отмечают, что горожане меняют направление своих поездок. На смену привычной Турции приходят курорты Крыма, такие как Ялта, Евпатория, Алушта и Краснодарского края Сочи, Анапа и Анна. Тенденцию диктует в первую очередь нестабильный курс иностранных валют, а также отсутствие прямых рейсов на главные европейские курорты. Даже по предварительным подсчетам турагентов в деле в Крыму и Анапе с перелетом, проживанием, трансфером и страховкой будет стоить около 90 тысяч рублей против минимальных 30 тысяч, которые требуют зарубежные туроператоры. Единственное направление, которого не коснулся кризиса, это местный туризм. Путешествия по Саратовской области набирают все больше популярности, как у саратовцев, как у приезжих. Тем более, что помимо достопримечательностей и вовской природе в регионе есть на что посмотреть. Очень активно популяризируются субтитивные мероприятия, в частности в Саратовском районе. Например, за зоне Голокова приглашает нас на фестиваль в 16 сентября. Он состоится в июле казачье разговорение в Капре. Это в Волшавском муниципальном районе. Капре тоже очень крупное, причем превратает участников из других регионов в Томашле. Одним из излюбленных мест среди Саратовцев, жителей соседних регионов, остается горнолыжный курорт Волунский. Он принимает юристов, как в зимний, так и в летний период. Только по предварительным подсчетам в прошедшем сезоне Волун спасатели более 20 тысяч туристов. В Театре оперы и балеры началось главное музыкальное событие года 28-й Саратовский фестиваль. В этом году он посвящен 70-летию Победы. В программе заявлены редко исполняемые произведения и даже мировая премьера. Ксения Фиактистова была на открытии и услышала неизвестные творения известных авторов. Музыканты берегут силы. Минуты до открытия 28-го Собинонского фестиваля. Немного волнуются, ведь сегодня им предстоит исполнить произведения, которые незначально на сцене более 50 лет. Уверенность приходит в комар. Как только к артисту присоединяется главный герой Собинонского фестиваля, маэстро Юрий Почник выходит на сцену, как волшебник с маком палочки оживляет весь театр оперы и балета. Это только начало концерта. Но за кулисами Юрия Почнива уже ждут цветами. Едва хватает терпения. Играет музыка «Войны и мира». В этом году программа Собинонского полностью посвящена 70-летию Великой Победы. Неизвестные произведения известных композиторов по достоинству оценивают те, кто 28 лет следил за развитие фестиваля для ветеранов. Я предпротивил всю праздник, но я не пропустил для одного цвета в фестивалях. Как патриот в Саратовской опере и как патриот в архестре, на котором все это выступает. Я всегда радуюсь и даю, что этот лиц, лиц, проживая в этом фестивале, многое легкое. Раньше была одна музыка, классическая была, а сейчас более современная, более, ну, модерная, как говорится, много модерновая. Для Юрия Леонидовича праздник вдвойне. На работе отмечать юбилейство и творческой деятельности. Мои истинные поздравления его создателем и многолетних Юрия Леонидовича Борщина. Поздравления о нем сегодняшнем празднике и сократительной творческой деятельности. Саратовский Дон Кихоттен. Саратовский Дон Кихоттен. В своем театре здесь русской оперы, балета и европейского джаза. За две недели зрители смогут увидеть самые неординарные произведения классиков. Одно из них будет посвящено наследию великой балерины Майи Плесецкой. Ну, а пока все восхищаются красотой и блеском Саратовского фестиваля. Его создатель незаметно уходит, чтобы уже завтра вернуться на свою дирижерскую трибуну. Семьи-то артисты Олександр Пиченко, Саратов 24. Социальная программа Живи, которая выходит на нашем телеканале, помогает собирать средства на лечение людей, которые в нем нуждаются. И сегодня мы расскажем вам о Марии Савиновой. У девушки редкое анкологическое заболевание, шланноматоз, которое в России не лечат. Необходимы услуги зарубежных специалистов. Историю Марии Савиновой мы расскажем в нашем следующем репортаже. Это Мария Савинова. Будущий врач-педиатр, примерная ученица и добрая девушка. Но не это отличает ее от тысяч других. Особенность в том, что Мария болеет очень редким онкологическим заболеванием, шланноматозом. Это доброкачественная опухоль, но у нее есть свойство быстро расти, что приносит неописуемую боль. Удашло бы с того, что я сонку другого рука выхожу, что я сонку. История болезни Марии Савиновой очень проста и очень сложна одновременно. Сначала девушка почувствовала покалывание в боку. Особого значения этому не придавала. Но когда начали не меть руки, обратилась в клинику. Там ее переадресовали в Москву, потому что в Саратове такими опасными операциями не занимаются. Впрочем, в столице девушки помочь ничем не смогли. Семьи Савинов пришлось брать кредит и поехать на лечение в Израиль. Каждый день промедление мог закончиться для Марии ампутации руки и ноги. А я хочу работать врача, но не надо, чтобы руки и ноги руки спрашивать. Извечиться от такой редкой опухоли возможно. Это и придает семье сил и дарит надежду. В лес любые долги или девушка была счастлива и здорова. На сегодняшний день все операции прошли успешно. Но вернуться домой Мария Савинова с мамой не могут. Остался неоплаченный доктор от израильской больницы. Девушка прислала в нашу редакцию видеообращение прямо оттуда. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто мне помогал. Потому что безусловно я бы с вами с вами и с вами с вами и с вами и с вами все самое другое и с вами делали все хорошо и все хорошо и мне необходимо вопрос в том что в том в том что в том что в том что составляет 5 тысячи долларов 730 тысячи долларов я надеюсь предугадать у кого может появиться эта опухоль невозможно дело исключительного случая по статистике болезнь обнаруживают одного из двух миллионов людей то есть в таком городе как Саратов едва ли найдется один заболевший к сожалению он нашелся Мария и стала этим человеком мы призываем не быть равнодушными к чужому волю ведь в мире все закономерно и добро всегда возвращается к его источнику причем вдвойне до счастливого конца этой истории осталось совсем немного и без вас Мария не справится средства для девушки можно перечислить насчет ее мамы Беловой Татьяны Викторовны реквизиты вы сейчас видите на экране семья будет рада любой помощи субтитры